Так, да я это самое, съемку начал, значит, Юрий Михайлович, а голос подать можешь, раз ты не любишь съемку. А ты мне сейчас вопрос задал. Почему люди? Почему люди не покупают? Так, это самое, вы не обращайте внимания, это будет маленький. Так вот, ты не обращай, значит, мой земляк дуденец не хочет маячить, а это самое. За кадром, скажем так. За кадром, так вот, за кадром я могу тебе объяснить. Итак, значит, с тебя фляжка, я за тебя объясню, как садить. Идет? Обрезку какую-нибудь делать нет, Валерий Викторович? Обрезку будет делать Сережа. Сергей. Валерий, Сережа, я пока не смогу больше. Я вот знаю, как по работе у нас. То есть, часов до шести здесь будешь? Да, думаю, до шести-то точно мне там еще может, когда я, когда мы подъедем, все, может, что-то еще возьмем, пока этих два. Объясни, как их посадить сейчас. Я объясню. Обрезать надо или нет? Я обрежу сам все. То есть, земля вровень, то есть, либо делайте бугородки, либо бугородки, либо бугородки. Яблони, как бы не критично груши, то есть, можно вровень посадить. Пятнышком сориентируйте на юг, вот оно тоже здесь есть. Делай пятно на грязь. Да, обрезку я сделаю, все, в принципе. Где-то не ровно после посадки он немножко будет торчать. Так, пятно видно. И что получается? Смотрит дроек? Берегной под низ может? Нет. Восем ничего не даем, то есть, с ранней весны, где-то до конца июня, то есть, можно мульчированием. То есть, у нас почва здесь неплохая, как бы, в яму там ничего сыпать не надо. Так, это Жигулевская. И, да, сейчас скажем, помитяковый левогруша. Ой, вот это груша, всем грушам груша. Сладчайшая. Я, блин, настолько обожаю эти груши. И еще знаешь, что тебе везет? Потому что, вот сейчас, я могу сказать, не 99, 100%, что у тебя все получится. Ну, вот, однако, весной я брал усырине, еще рано мне посадка не пошла. Вот она даже начала свисти, а потом... Так вот, теперь послушай меня, ты спросил, в чем проблема. Проблема в том, что моя технология, она требует так, посадил и забыл, как есть такое выражение в армии, выстрелил и забыл. Вот. Здесь то же самое, никакого каторжного труда, так? То есть эти сорта не адаптированы? Ну, они адаптированы нашими руками, потому что уссурийские груши по двое мы здесь раздобыли. В Сибирке мы копаем в тайге. Вот. А к ним приучили вот эти самые роскошные сорта. В память Акуля это такое чудо. А какой он продал яблоньку-то? Забыл уже. По-жигулевски? Жигулевски. Жигулевски. Я его называю король сада. Ой, мы там рядом стояли, там еще на полуторалетнем саженце плод висел, не видел? Ну, седки его дал. А, дал? Да. Вот. В этом году все мелкое. Так вот, не показываю лица, продолжаем тему. Значит, получается так, что массовое бросание дач по всей России. Это новое явление. А, нет, пропали люди. Те, которые занимались этим, для которых работа на дачах была праздником. Знаешь, вот рассказываю, вот как... Ну, мы как будем с тобой, как будто бы на завалинке сидим. Значит, подъезжаю. Мы тогда искали мою одной знакомой дачу. А я вроде специалист. Инайдай. Вот. Подъезжаем. Они дачу торгуют. А я стою, скучаю. Подъезжает огромный КАМАЗ, вываливает перегной. Женщина подскакивает и начинает. Это ты срезал? Да. Ага. Вот это и есть предпродажная подготовка. Вот. И, значит, берет тележку и начинает раздеть. Но я ждал долго. Они торговали целый час. Я не выдержал, говорю, сколько это стоит. Она говорит, пять тысяч. Я говорю, так вы могли овощей на пять тысяч купить. Она говорит, для меня, то, что я делаю, это праздник. Все. Вот так. Ты ответил на этот вопрос. Сергей, вот так.